Я думаю, что сегодня американцы находятся между двух огней. Они либо, во-первых, хотят продолжать свой сценарий карательных операций на территории Украины и массовой резни. Потому что им это резня, американцам, не немцам. Немцам нужна колониальная Украина, а американцам нужна резня. Цель этой резни, удар по России и подавление русского сопротивления в системе американского колониального мира. То есть обычная, стандартная колониальная карательная операция. Вот что такое это для американцев Украина. В то же время они просчитывают ситуацию, что слишком может оказаться не по зубам государство, которое в результате этих действий преобразуется в суверенное, через военную компоненту ускоренно, зачистит пятую колонну, о чем уже звучат активно призывы и обращения. И поэтому у них есть вторая точка зрения. Все-таки отложить этот вопрос на какое-то время, провести на Украине выборы, уболтать Путина, чтобы эти выборы он не сопротивлялся, скажем так, хотя бы на словах этим выборам. И потом уже напасть на Россию как бы со второго круга, как Саакашвили, через полтора-два года. То есть переподготовиться, перевооружить украинскую армию, направить туда своих боевиков уже в штатном режиме. При необходимости кому-то даже и дать, если это начальство, генералы, украинское гражданство, что жалко, свои же выдадут. И после этого напасть на Россию уже с более подготовленных позиций. Против второго варианта для Соединенных Штатов Америки. Следующий аргумент. Во-первых, это полтора-два года. Выдержит ли американская финансовая система доллара полтора-два года. Потому что уже сейчас, ну они как бы решили проблему на год со сбором дань. Напоминаю, что Россия дает 7% дань Соединенных Штатов Америки. Но важна не сама Россия. Пример Россия, которая откажется платить дань в случае формирования такого же конфликта между собственной Россией и Соединенных Штатов Америки в экономической сфере. То есть если развернутся, например, серьезные санкции. То к этим российским действиям, отказу платить дань, присоединится Китай, Индия и другие страны. Весь БРИКС. А это уже не 7% американских доходов. А это уже порядка 80% американского дохода. Это означает крах американской государственности. Поэтому вариант от второй на полтора-два года отложить. Американцы понимают, что у них может не хватить времени. Значит возникает единственный вариант первый. Первый вариант первый это все-таки погрузить Украину в кровавую баню. Для этого, я думаю, они сейчас попытаются уболтать всех, чтобы прошли там выборы в мае месяце. Естественно, ложные, нелегитимные. Никаких проблем с признанием у американцев нет. Даже если это выборы будут только в Киеве в одной центральной избирательной комиссии в виде оформления. Ничего скажут. Да, это все демократично и значит хорошо. Поэтому это не важно, как они пройдут. Скорее всего, они попытаются провести вот эти выборы. На этих выборах привести к власти какого-то совершенно отмороженного. И за битву за отмороженность, если вы заметили, вступили многие. Даже Тимошенко. Она за ней раньше не водилась. Такого, что надо Россию бомбить ядерным оружием. Что надо уничтожить 8 миллионов украинцев. Почему у них появился такой сленг? Вообще-то она русская, так напоминают. Но Григян. Русская. Фамилия Григян. Но она не украинка же, как бы. Ну да, американская. То есть она вдруг ни с того ни сего начала требовать. Для чего? Ясно, что она не с ума сошла. А она пытается пройти по конкурсу Соединенных Штатов Америки на президента Украины. А, то есть понятно, почему она не стала отрицать вот этот телефонный разговор, да, где, возможно, это даже специально они выбросили. Конечно, специально. То есть она по конкурсу, она мне объясняет. Я не такая, как раньше, пушистая, дружила с Путиным. Помните, она говорила, я могу с Путиным договариваться. До этого у меня был другой слот. Тут вдруг она совершенно по-другому, потому что конкурс. Ей американские кадровые агентства объяснило, что на конкурс президента Украины принимаются только люди, которые готовы бомбить Россию. Ядерным оружием, которое мы, если что, вам дадим. Ну, если так получится. И она вот активно, ну, хорошо сказала она, давайте, я готова на все. Как вы скажете, я так и буду говорить. Поэтому на президента проходят именно фигуры, которые готовы, там другой вопрос, поверят американцы или нет, готова ли Тимошенко бомбить Россию на словах, или она готова Россию бомбить, так сказать, на деле. Ну, в крайнем случае, понятно, что это будет любая фигура президента, понятно, что вся эта история, она государственный переворот. То есть, можно, если что, ее за это же тоже посадить, если она соскочит с крючка. Но участие в конкурсе именно такое. Ты должен подтвердить согласие воевать с Российской Федерацией в качестве условия попадания в американские списки президента Украины. А иначе, как через американские списки, президентом Украины стать нельзя. Вот такая простая история.